Недавно умер человек, смерть которого, наверное, отозвалась болью в очень многих сердцах, настоящей болью, как будто умер кто-то родной. Это бывает очень редко. Итак, Виктор Анпилов, до сих пор больно, почему? Я понимаю, что он был другом многих людей, он был чьим-то родственником. Там совсем другая боль, но мне как историку, мне как-то немножко по-иному, но поверьте, очень больно. Больно потому, что этот человек умер еще и по-настоящему не родившись в общественном сознании. Я понимаю, что у него был круг единомышленников, что у него были товарищи по партии, я все это знаю, их было не так мало. Но если говорить о большой стране, а многие вообще забыли это имя, про это, кстати, иногда и пишут в интернете. А кто это такой? Наверное, был хороший, раз о нем пишут, а вообще не помнят. Вот больно из-за того, что я как историк понимаю, я повторю эту фразу, он умер по-настоящему еще не родившись в общественном сознании большинства наших граждан. В данном случае у меня упрек к очень и очень многим сторонникам левых. Ну вы, конечно, знаете нашу Компартию, вы знаете ее лидеров, но вы почему-то забыли, что был человек, который воплощал в себе идеал коммуниста. Воплощал его не на словах, а на делах. Рассказывать его биографию не буду. Информации о нем, в сущности, немало. Было бы желание. Существуют и вики, существуют и словари, и сайты. Вот захотите, почитайте. Я расскажу вам именно то, что я больше всего ценю в своей жизни и своей биографии. Я расскажу о двух эпизодах живого общения. Первый эпизод, наверное, даже не стоит внимания. Он был проходной. Эхо Москвы. Его пригласили на Эхо Москвы. Я как раз там закончила свою передачу. А он готовился к эфиру. Ну, мы сидели в гостевой комнате. Я его спросила, Виктор Иванович, вы на Эхе? Он сказал, а вы кто? Он сказал, я вот с Янова. У меня недавно вышли такие-то книги. Он сказал, да-да-да. Да, я читал. Я понял, кто вы. Ну, а вы же ведь вот так написали. Ну, вы же тоже вроде бы. Я говорю, да, я абсолютно левая. В 17-18 году я бы в кожанке была за красных. Он говорит, ну, нет-нет-нет. Я, нет-нет, что вы. Я, нет. Зачем? В кожанке за красных. Я поняла, что сказала какую-то ерунду. Просто очень хотела сказать что-то. А там времени почти не было. Да, и он мне задал такой вопрос. Ну, вы же ведь писали о французской революции. А вы на чьей стороне были бы? Там, в конвенте. А тут стоит уже, ну, ведущий программы. И вот торопит. Уже на эфир надо идти. И я буквально ему вслед говорю. Господи, да я, да я же женщина. Там, во время французской революции, моё бы место. Не в конвенте было. В парламенте. На кухне. Кто-то женщин пускал. Где вы нашли хоть одну женщину депутата конвента? А ему так это было, ну, понравилось. Он просто понял, что я ведь не правда историк. Я говорю нормальные вещи. И вот он задерживается. Он смотрит. А его тянут. Ну, и он ушел в эфир. Такой был эпизод. О чем он, ни о чем, не знаю. Я просто подумала, господи. Какой же вот, ну, какой-то необычный человек. Ну, какой-то вот он неординарный. Прошло какое-то время, я делала сценарий о Корвалане. Для второго канала. Хороший сценарий написал. До сих пор довольный. Но где-то было подозрение, что нет. Что-нибудь мне тут спиндюрят. Какую-нибудь подлянку. Точно. Значит, канал захотел, чтобы я не о Корвалане рассказывала, а об обмене Корвалана на Буковского. То есть половину сценария должна была вычистить и посвятить вот этому самому Буковскому. Если кто-то помнит, обменяли, фу, не буду я это. Частушка была какая-то. Ну, сейчас вспомните. Обменяли Корвалана, Буковского на Луиса Корвалана. Где бы взять такую, чтобы на Брежнева сменять. Ну, хрень какая-то. В общем, ладно. Шутили, тогда смеялись. Но был действительно такой обмен. Спецслужбы действительно спасли Корвалана после того, как он потерял сына. Его сын умер от пыток в тюрьме. Корвалан был очень нездоров. Тогда наша власть его просто спасла. И выдала. Простите. Кому он нужен был в Англии этот Буковский? Ну, выдали. Он был нужен, конечно, потому что он очень много запустил всяких клеветы, лжи. Много чего. Наболтал. Деньги заработал. Наверное, он нужен был, как рупор антисоветчины в Британии. Ну, вот взяли его. Сценарий-то я не об этом писала. Но, когда пишешь сценарий, снимаешь то, что называется синхронное. Говорящая голову. В данном случае я представляю себя вот эту самую синхронную говорящую голову. То есть, человека, который комментирует какие-то проблемы, вопросы, озвучивает какие-то аспекты. Мы наснимали достойно хороших людей. Но я сразу заявила, я хочу Виктора Ивановича. Хочу, чтобы он рассказал о Карвалане. Он столько работал в Латинской Америке. Он столько знает об этом человеке. Хорошо, канал дает добро. И вот мы приезжаем с нашей съемочной группой на интервью. Причем он согласился сразу. И он даже меня вспомнил. А, вы, 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 да, я вас помню. Вы мне сказали, вы сказали, что вы в конвенте никогда бы не были, потому что там не было депутатов женщин. Я так это запомнил. Я понимаю, вы историк французский. Я все понимаю. Я вас помню. Он согласился дать интервью. А мне захотелось снять его в интерьере, его собственный штаб-квартиры. Я же себе насочиняла. Партия «Трудовая Россия». Вот лидер этой партии. Там есть его активисты. Там есть какой-то антураж. Сама штаб-квартира-то она как-то должна выглядеть. Ну, в общем, мы поехали. Давайте я не буду вам рассказывать подробности. Скажу вот так кратенько. Это была не штаб-квартира. Это был какой-то заброшенный ДК, полуразваленный. Никакого кабинета у него не было. Какой-то зал с этими креслами. Если кто-то помнит, как в кинотеатрах были такие. Или в актовых залах старых школ были такие кресла. Они все соединялись друг с другом. И крышки у них хлопали. Вот что-то такое, тоже полуразрушенное. Сидеть было не на чем. Столов не было. Стояла какая-то наглядная агитация. Это что, его штаб-квартира? Но я увидела вот в этом вот интерьере людей, которые пришли помочь записать это интервью. Вот это были. Вы знаете, как говорят бриллианты на помойке. Пусть это не помойка, я грубо говорю. Какие же люди были. Какие изумительные лица. Кстати, кое-кто из них сейчас уже что-то из себя представляет. И мог бы подтвердить, что такое тогда он был для них. Сейчас они сделали карьеры. Только они помалкивают. Я не буду называть их имена. Но тогда они мне понравились. Я подумала, боже мой. Вот в этом убожестве все равно есть самое главное. Что есть у него, Виктор Иванович. У него есть активисты. Его подлинные сторонники. Его настоящие друзья. У него есть актив. Костяк. Партии, которая называется Трудовая Россия. Ну, дальше начинается интервью. Вы знаете, у меня оно есть. Его только нужно оцифровать. Поразительно. Какой ясный ум. Какие четкие формулировки. Какой интеллект. Потрясающе. На фоне всех остальных говорящих голов. Которые я уже записала для своего фильма. Вы знаете, вот он был просто наглого выше. Ну, а в результате. В результате второй канал Виктор Иванович вычистил полностью. Его интервью в этом фильме так и не было заявлено. Его просто убрали. Когда я спросила одного из продюсеров второго канала. Ну, как же вы можете. Ведь он же ничего не сказал, что противоречит. Ну, кому. Президенту. Я не знаю. Власть. Вообще ни одного. Он просто рассказывал о Карвалане. Мне на это написали так. Он слишком одиозная личность. Я полезла в драку. А в чем одиозность-то? Ну, в чем она одиозность-то? В имени? Да вы что, боитесь, что ли, этого имени? Ну, в результате мне устроили телефонный разговор с одним из продюсеров второго канала. Он мне сказал, ну, деточка, хочешь работать на канале? Закрой фонтан. Я сказала, пошли вы раз и навсегда. Больше ни одного сценария на вашем поганом канале я не сделаю. Уважаемые слушатели, я сдержала слово. Больше никогда. Хотя предложения были. Поэтому я, наверное, имею право сказать о Викторе Ивановиче, как я его не просто уважаю, я даже полюбить его успела.